Эти съемки сделаны одной из камер видеонаблюдения в Китае. Они обошли все телевизионные каналы. По небольшой городской улочке прогуливаются пары под зонтами. В кадре появляется молодой человек. Как вдруг в него попадает молния. Он падает, но уже через минуту встает. На месте падения виден почерневший от электрического разряда асфальт. Молодой человек делает несколько шагов. И вновь в него попадает молния. После второго удара он лежит на асфальте еще меньше. Встает и, как ни в чем не бывало, идет дальше. В медицинские учреждения Китая пострадавший так и не обратился. Случаи, когда люди выживали после удара молнии, известны. Мощный заряд в десятки миллионов вольт, хоть и проходит через весь организм, но всего лишь за сотые доли секунды. Но самое удивительное, что после такого воздействия человек меняется. Молния всегда награждает необычным даром. Впрочем, невероятные способности люди обретают и после клинической смерти, комы, тяжелых потрясений. Историю Рашида Минапова уже много лет пересказывают наизусть не только в родном татарском городке. Его жизнь могла бы стать темой для мистического триллера. В тот день в доме Минаповых готовились к похоронам. Умер Рашид, один из лучших комбайнеров в совхозе. В комнате собрались люди, чтобы проводить мужчину в последний путь. Вдруг тело под простыней стало подниматься. Покойник освободился от тканей и слабым голосом произнес «Пить хочу». И потихонечку вставать начал. Здесь у меня голова привязанная, руки у нас усложенные, простыни, значит, закрытые. Там выдернул нас с леса. И смотрю, бабушки, они сразу растерялись, перепугались и все разбежались. Увидев ожившего покойника, люди в панике разбежались. Рашид медленно пошел в коридор. Воскресшего доставили в больницу, где он, на удивление врачей, начал идти на поправку. И меньше, чем через неделю, ушел из палаты на своих ногах. И после этого, через два дня опять я на комбайн делал. Опять на работу ушел. Сегодня Рашид Минапов неохотно вспоминает историю собственного воскрешения. С большим удовольствием рассказывает об увлечении техникой. Его гордость – трактор, который он собрал из хлама и старых запчастей. Немного, значит, снег толкаю, вот бульдозер у него впереди. Вот есть. Только что вот бульдозер. Все-все своими руками сделал. Удивительно, но именно техника чуть не погубила тогда молодого комбайнера. Рашид работал в поле, собирал урожай. Шел на рекорд. Хотел стать первым среди комбайнеров в совхозе. Но агрегат подвел. Прямо в поле вышел из строя. Творец у меня со строя вышел. Я говорю, поменяю, другое ставлю. Здесь я на запчасти взял, быстренько собрать. Как раз двумя монтерами нажал и на колени переставил. И нажал. Стопор как раз одевать начал. Половину даже не успел. У меня ноги скользили. И пружины ударил. И все, я протянулся. Сначала немножко подъел. А, как будто, как вам объяснить. Прямо голова у нас начал в глазах огни. Потом у нас тошнить начал. И больше ничего не помню. Врачи осмотрели пострадавшего работника. Проверили пульс, дыхание. И вынесли неутешительный вердикт. Потом врач пришел, медсестра. У нас увезли домой. Пусть молитвы читают. Завтра похороните. Оказывать помощь не стали. У медиков не было сомнений в том, что Рашид умер. Травма была достаточно сильной для того, чтобы могло отключиться сознание. И в таком состоянии у человека могут быть настолько ослаблены все жизненные функции, что и дыхание может быть практически едва заметным или, может быть, даже незаметным с помощью каких-то подручных средств. Здесь нужно было бы более, наверное, более внимательно к нему относиться. Но поскольку под руками не было соответствующей аппаратуры современной медицинской, то по всей вероятности так и получилось. Рашид вспоминает, он отчетливо видел свои похороны. На собственное тело смотрел откуда-то сверху. Тело лежит. Вот я летаю, неохота туда. А там, прям, там, значит, и тепло для человека, и тепло не мешает, и холода нет, и есть не надо, и пить не надо. И птицы. Чего только нету, чего только нету, это вот такой красивый природа, а то, значит, вернут неохота к теле. Но что-то вдруг затянуло Рашида обратно, после чего он очнулся. Врачи объяснили, у него была кома. Случившееся сильно подорвало здоровье мужчины. А в 95-м пришла новая беда. Рашид попал в дорожную аварию. Снова травма головы и снова кома. Медики опять были готовы диагностировать смерть. Но заглянув в карту больного, повременили. А вдруг и на этот раз воскреснет? Так и вышло. Но после новой травмы Рашида частично парализовала. Жить неохота. До того на панику я пошел. Весь похудел. Сила нету, на работу иду. Раз в четыре устанавливаюсь и отдыхаю. Уже сила нету. И немножко выпивать начал. Верно я умер. Но в одно время какой-то смысл меня выдержал. Не воздумал даже. Даже не думал это. Рашид, что ты делаешь? Кому ты детей оставляешь с женой вместе? В голову дошел. Давай сам себя в руки бери. Вскоре Рашид заметил. Каждый раз, когда он впадал в депрессию, кто-то появлялся рядом и помогал ему. Неожиданно в нем открылись способности целителя. Минапов лечит травами. Признается, ничего не понимает в этом, но стоит рядом оказаться пациенту, словно кто-то диктует ему, что нужно назначить. У людей, обладающих ясновидением, мозг работает иначе, чем у обычных людей. Можно предположить, что после такой тяжелой травмы могли произойти изменения в самой работе головного мозга. Могли появиться какие-то дополнительные ассоциативные связи между разными областями мозга. Вообще мозг мог начать функционировать несколько иначе, чем он делал вот до этого случая. И таким образом и могло проявиться ясновидение. Рашид Минапов принимает людей в доме 6 дней в неделю. Денег не берет, говорит, нельзя, иначе дар исчезнет. К Минапову идут не только за исцелением. Он помогает искать пропавших людей и предсказывает будущее. Среди родственников похорон будет, но не на этот год еще. Переживание будет, мы от этого не избегать. Рашид, несмотря на травмы и болезни, чувствует себя здоровым человеком. Верит, что новая жизнь была дана ему для того, чтобы помогать людям. О том, кто же наделил его такими знаниями, он мало рассказывает. Не положено. Серебристого у нас, одежда у них, вот, блестит красиво. Ну, только на лесу, вот. Как и мои люди. Они, ну, выше меня чуть-чуть. Случаи, когда после клинической смерти человек вдруг обретает невероятные возможности, нередки. Считается, что сверхспособности есть в каждом. Но чтобы обрести уникальный талант, надо ненадолго покинуть телесную оболочку. Говоря языком современной медицины, нужно умереть. Человек один раз пройдя это, уже не захочет второй раз умирать. А если ты уже, ну, на это подсел, то ты можешь это делать 5, 10, 20, там, 30 раз. Анатолий Хижняк умирал уже раз 50. И каждый раз со строго определенной целью. Знаменитый российский путешественник не просто исследует планету. Он изучает карту загробного мира, шаманские обряды и сам в них участвует. Впервые к услугам шамана Анатолий обратился, когда в экспедиции у него страшно разболелся зуб. Врачей рядом не было, а боль нарастала. Мы там два месяца жили в одном племени, полудиком. С напарником медикаментов ничего не было. Это еще 90-е годы, там, 96-й год. И, значит, разболелся зуб дико. Ну, и он уже, он, видимо, гнил там, нервы гнили. В общем, я постоянно это болело. Мы узнали, что в соседней деревне есть шаман. Вот я пошел с этой проблемой. И он мне действительно помог. То есть, как бы, ну, вот боль убил. Ну, и я, как бы, поверил, думаю, да, это действительно работает. Потом у меня там были, ну, свои именно проблемы внутренние, ну, скажем так, такого внутреннего психологического характера. Я, мне это стало интересно, можно ли это решить. И я стал применять участие в этих ритуалах. Прежде чем приступить к ритуалу, жрец дает пациенту специальное снадобье. Его готовят из лианы смерти. Растения особым образом толкут и отваривают. Она, конечно, наркотиком никак не обладает. Потому что человек, когда ее пьет, обычно один раз. То есть, второй раз никому такого не захочется. Человек, ну, вот он начинает переживать именно собственную смерть. Вот тошнит, ему плохо, он как бы умирает. И этот момент отхода, он, конечно, всегда страшный, потому что тебе кажется, что все, сердце остановилось, я умираю, я сейчас умру. Страх постепенно пропадает, и человек начинает по-особенному чувствовать свое тело. Видеть больные места, которые словно горят. Шаман все время рядом. Он проводит участника ритуала через состояние клинической смерти. А потом помогает прийти в себя. Обряд проходит только ночью, потому что, как бы, ну, зрачки очень расширяются, и воздействие, ну, света на глаза может к слепоте даже привести. То есть, вообще, все большинство обрядов, они все ночные. Иных крайне мало. И обычно на рассвете, часов в пять, человек уже приходит в себя, там есть такая процедура омывания, то есть, какой-нибудь ручей, человек моется. И, ну, реально, то есть, вот когда омываешься там в этом ручье в каком-нибудь или в озере, и вот тут начинается, как заново родился. То есть, вот на следующее утро человек чувствует себя, ну, чувствует себя действительно таким очищенным. Анатолий Хижняк к врачам не обращается. Если появляется необходимость заняться здоровьем, отправляется в экспедицию к шаманам. У меня после малярии был, ну, как бы, как технический гепатит, малярия, если вы знаете, такая болезнь, ну, я же уже лет 20, там, в Южной Америке живу, которая на печень наслаивает, как бы, проблему. У меня, как бы, была диета пожизненная, там, чтобы вообще одну газировку пить. Вот, и печень, как бы, у меня тоже сейчас здоровая, буквально, недавно отслеживал. Вот, то есть, ну, вот такие я вылечил. Нервная там была, система разрушена, вылечил. Ну, и решал просто проблему, типа, смысл жизни, зачем жить дальше. И такие варианты были. Ритуалы не разрешено снимать на видео. Эти кадры уникальны. Танцы и песни движения шамана во время сеансов завораживают. Африканские танцы, суфийские танцы, шаманские танцы, все они основаны на каких-то особых движениях, на особой пластике. Все они в конечном итоге для того и проводятся, да, эти, так сказать, проводились обряды, чтобы человек включился в какой-то процесс, в какую-то систему самооздоровления или самоисцеления и особые техники, которые позволяют входить в изменённое состояние сознания. Достигнув такого состояния, человек способен на многое. То, что мы сейчас видим, не просто балет. Автор постановки Георгий Гурджиев. С помощью пластики, ритма и движений его ученики достигали состояния, которое открывало путь к сверхвозможностям. Гурджиев считал, любой человек может воздействовать на окружающих, полностью подчиняя их своей воле, передавать мысли на расстоянии, путешествовать во времени. После Великой Октябрьской революции во власти было много адептов тайного оккультного ордена. Руководил братством мистик Гурджиев. Его лучшие ученики Блаватский, Успенский, Микоян и Сталин. Изобретённая великим магом техника воздействия на массы просто не могла остаться незамеченной советским вождём. Опутана тайной и смерть Георгия Гурджиева. Сам он говорил своим ученикам, я никогда не покину вас. Возможно, имея в виду, что после физической смерти душа человека остаётся бессмертной, продолжая свой вечный магический танец. В танце наши предки не только искали исцеления. Они оплакивали умерших, радовались рождению новой жизни, готовились к войне. В этой современной студии тоже танцуют не просто так. Этим дамам танцы доктор прописал. Как правило, наши хронические стрессы связаны с работой. Работа – это, как правило, сидячий образ жизни, соответственно, замкнутая грудная клетка, скрученный позвоночник, закрытые суставы. Поэтому все движения, которые помогают нам снять стресс, снять напряжённость, связаны с растягиванием грудной клетки и, соответственно, с напряжением. Исследования показали, во время танцев и ритмичных движений мозг усиленно вырабатывает эндорфин. Так называемый гормон счастья. Повышается настроение, проходит стресс. Когда человек танцует, он, во-первых, повышает подвижность этих мышц. Он старается с помощью музыки и каких-то, может быть, даже подсознательных уровней своей деятельности снять вот этот повышенный тонус, снять мышечные спазмы, потому что у него уже возникло желание. Он хотел бы то или иное движение сделать красиво. А красиво его можно сделать только в том случае, если мышца расслаблена. Только хорошо расслабленная мышца управляется волей и сознанием человека. Поэтому я предполагаю, что любые танцы, они несут в себе оздоравливающий эффект. Еще в древности люди обладали знаниями, способными активировать скрытые резервы организма. Помогали не только танцы. До наших дней дошла традиция носить амулеты. Несколько лет назад медики провели исследование и определили, как влияют амулеты на организм человека. Усиливался иммунитет. Улучшались функциональные показатели. Конечно, сказать заранее, что именно эти эффекты могут привести к излечению серьезных заболеваний преждевременно, но тем не менее положительное влияние этих амулетов, именно влияние амулетов на здоровье, если они правильно сделаны, это, так сказать, такие эксперименты проводились, и они наглядно продемонстрировали, собственно, такие эффекты. Особым смыслом обладают татуировки. Обычай наносить на тело специальные рисунки был у каждого народа. Татуировки, так же, как и обереги, помогали человеку в сложных ситуациях и даже спасали жизнь. Например, если человек шел на битву, на войну, он делал определенную татуировку, которая помогала ему обрести силу, в прямом смысле слова обрести силу. Она выводила его на определенные каналы, на определенные вибрации, которые включались в момент битвы. И человек мог раздеться до пояса, так часто делали воины, в частности, те же самые викинги, и его не брала ни стрела, ни меч. Несколько лет назад физики с восторгом заявили, они научились телепортировать сверхмалые частицы. Но древние легенды рассказывают о телепортации, как о самой обычной способности человека. Значит, когда-то Землю заселяла цивилизация, которая по своему развитию значительно превосходила нашу. Но куда делись эти сверхлюди, и почему оставили после себя так немного следов? Исследователь Людмила Константиновская уверена, все, даже самые развитые цивилизации, обречены на гибель. Конец света, вот если брать геологические данные, происходит примерно, глобально, конец света, примерно раз в 250 миллионов лет. Ну, там от 170 до 270, говорят. Ну, возьмем 250, она как-то более такая круглая. Вот последний раз этот конец света был 66 миллионов лет тому назад. Причина — устройство галактики. Космическое пространство — это бесконечное вращение. Спутники движутся вокруг планет. Планеты — вокруг звезд, а звездные системы — вокруг центра галактики. Траектория вращения представляет собой эллипс. Поэтому наша Солнечная система то отдаляется от галактического центра, то приближается к нему. Изменениям подвергается и все живое на Земле. Согласно этой теории, можно вычислить, какими же были прародители человечества. Мадам с Евой и Ной, вот они жили как раз в то самое время, у них рост был маленький, то есть я предполагаю, не выше 50 сантиметров. Не выше, если еще не ниже. Притом они... Цвет кожи менялся, он был коричневый. То есть это вот коричневые маленькие карлики. Притом первоначально, когда человек появляется, то у него запах не очень хороший, да, ну, как скунс пахнет. Поэтому Адам с Евой были маленькие, коричневые и вонючие, извините. Когда Солнечная система оказывается максимально близко к центру галактики, год становится короче. Именно этим можно объяснить то, что возраст библейских старцев, согласно преданиям, доходил до тысячи лет. Но только календарных лет. На деле, биологический срок, отмеренный всему живому, не отличался от нынешнего. Просто их тысячелетие примерно равно нашим ста годам. Кроме того, растущая скорость вращения планет и Солнца приводила к перегреву всей системы. На экваторе Земли температура доходила до плюс 200 градусов по Цельсию. Практически все живое вымирало от потопов, растаявших ледников или бесконечных засух. Возрождение планеты начиналось только тогда, когда Солнечная система отдалялась от центра галактики на безопасное расстояние. В это время идет увеличение Солнечной системы. То есть Земля увеличивается в объеме, Луна увеличивается в объеме, Солнце увеличивается в объеме. И Солнечная система пропорционально тоже увеличивается в объеме. И у нас все, что располагается на планетах, в данном случае на Земле, у нас начинает расти. У нас деревья большие, у нас животные гиганты, у нас человек 4 метра. Активность Солнца в это время будет снижаться, что приведет к постепенному обледенению. Комфортное проживание человека, тем более такого огромного, станет возможным только на экваторе планеты. Сильно изменится и внешность людей. Будет человек высокого роста, жить во всемирном оледенении, вот то самое всемирное оледенение, которое 9 баллов из 9, это будет не скоро, там через 60 миллионов лет. И в это время кто? Кто ближе всего вот к этому? Снежный человек. Поэтому снежный человек, это не прошлое, это наше будущее. Они начинают уже потихонечку, видимо, появляться. Сейчас наша планета находится на полпути к очередному похолоданию. И не исключено, что умение переносить сильные перепады температуры генетически заложены в каждом организме, обитающем на планете. И сегодня встречаются люди, способные переносить воздействие огня или мороза. Например, йоги без одежды могут провести на заснеженной вершине недолгие часы и даже сутки. У них есть такой тренинг, что надо добиться, что жар тела будет растапливать лед вокруг них. И только тогда, когда они добиваются этого эффекта, значит, они достигли особого состояния, которое позволяет им управлять своими физиологическими процессами организма. на улице минус 20, а Мария Дьякова выходит из дома раздетая. 62-летняя жительница Нижегородской области вообще не носит верхнюю одежду. И в буквальном смысле проводит на улице круглые сутки. Женщина показывает свою спальню. Кровать, которая стоит за домом, под открытым небом. Каждый вечер я сюда приходил. Я вот это. Донку. Я вот кляну. Здесь Мария Дьякова ночует и летом, и зимой. Говорит, что сон под открытым небом не променяет ни на какие апартаменты. А когда уже нету там снега, дождя, я тогда вот это открываю и на небо смотрю. Очень замечательно ночью просыпаться и на звезды смотреть. А большая медведица прямо над моей головой всегда. Сменить теплый дом на морозный двор Марию заставила болезнь. Несколько лет назад женщине поставили страшный диагноз. Рак. Я попала в сарамскую онкологию. Я много думала, просила Бога, помоги Господь мне. И Бог мне послал тогда какую-то бумажку, обрывок из газеты. Просто обрывок. Из газеты Мария узнала о лечении морозом. Но попробовать не решалась. С детства была мерзлячкой. О том, чтобы выйти на холод без одежды, даже думать боялась. Я пошла за водой, а сама уже очень слабая была. Муж всегда воду таскала. Ну, на этот раз решилась я сама пойти. Снег вот этот промозглый шел, мокрый какой-то. Я только зашла домой и сразу две кружки из этой воды выпила. Мария начала закаляться постепенно. Пила холодную воду, спала без одеяла и вскоре заметила изменения. Утром просыпаюсь, у меня голос как будто в детстве. Такой звонкий. И мне казалось, любые горы я сейчас перекричу, и никогда у меня голос больше не уйдет от меня. На улице Мария спит с 2002 года. Постепенно перестала чувствовать слабость и недомогание. А вслед за болезненным состоянием женщина избавилась и от страшной записи в медицинской книжке. Я ведь по-женски в онкологию попадала. Потом по-женски нас проверяли много раз, потому что я в школе работала. Нас всегда медкомиссию заставляли проходить. Ну, вроде сначала сказали небольшая, и что все же остаток было. А потом уже сказали все чисто. Мария пыталась привлечь к закаливанию своих близких, но те последовать примеру смелой женщины не рискнули. Да, я как представлю такой мороз, тавшиться в трамках туда. А лучше надевать. Мария говорит жалеет только об одном, что поздно узнала о чудесной силе мороза. В свои 62 женщина чувствует себя лет на 30 и планирует прожить больше 100 лет. Вот что для человека 100 лет? Пока детей вырастешь сначала сам маленький, думаешь учиться, выйти замуж или жениться, построиться. Детей потом надо куда-то устроить. А для себя уже жизни не остается. Я считаю 100 лет это мало, слишком мало для человека. 1958 год, Москва. Первенство мира по гимнастике. Лучшие результаты в личном зачете показала знаменитая советская спортсменка Лариса Латынина. Она первенствовала в многоборье и даже взяла золото в опорном прыжке, на брусьях и бревне. Латынина блестяще выступала, как и положено спортсменке такого уровня. Почти никто не знал, что знаменитая гимнастка выступала и побеждала, будучи беременной. Женский организм обладает особой силой и выносливостью. Женщина создана природой для того, чтобы давать новую жизнь. Именно поэтому во время беременности все скрытые силы организма в буквальном смысле мобилизуются. оберегая плод все девять месяцев. Несколько лет назад на Трафальгарской площади в Лондоне появилась необычная статуя. Женщина без рук с короткими ногами и беременная. Ее лицо выглядело настолько спокойным и умиротворенным, что мало кому приходит в голову жалеть ее? Эту работу скульптор Марк Куин посвятил реальному человеку. Элисон Лаппер 46. Она известная художница, общественный деятель, счастливая мать. Элисон родилась без рук и практически без ног. Такая внешность результат лечения, которое ее мама проходила во время беременности. Женщинам от токсикозов в те годы прописывали препарат таледомид. О побочных эффектах стало известно слишком поздно. Все, что я знаю, это лишь какие-то предположения со стороны родственников. Ничего определенного. Да, мама принимала какие-то препараты. В 63-65 годах в Англии рождались подобные мне дети. О своей маме Элисон знает немного. Она была хиппи, забеременела без мужа, мечтала назвать дочь Шарлоттой. Но, узнав об уродстве, отказалась от ребенка. Вопреки прогнозам врачей, малышка не умерла. Она выросла, стала знаменитой и даже родила здорового ребенка. Мне было 34 года, когда я забеременела. конечно и по возрасту и финансово я была полностью готова посвятить себя материнству. Я просто расцвела во время беременности и прекрасно себя чувствовала. У меня даже не было токсикоза. Я наслаждалась своей беременностью. Доктора мне тоже очень помогали и поддерживали. Элисон рассказывает, когда узнала, что носит мальчика, немного испугалась. как вырастить мужчину без мужа. Морально и финансово она была готова к материнству. А когда родился Пэрис, поняла, что сможет заменить ему обоих родителей. Я считаю себя мамой в квадрате, поскольку мне приходилось растить Пэриса одной. Я его так сильно хотела, что готова была пройти любой ад, только чтобы родить своего ребенка. До сих пор я постоянно доказываю, что я хорошая мать. Пэрис любит проводить время с матерью. Во всем ей доверяет, советуется. Необычная мама говорит, видимо, это потому, что ее главное и единственное оружие в воспитании это голос. А калитку я должна закрывать. Эллисон работает в разных техниках. Живопись, фотография, видео. Своей главной миссией считает изменить отношение мира к подобным себе людям. Я бы хотела, чтобы люди воспринимали меня такой, какая я есть. Я ведь сама не чувствую себя уродливой или недееспособной. мне даже как-то странно представить себя с руками и длинными ногами. Мне бы пришлось заново учиться управлять конечностями. Я наслаждаюсь своим телом и тем, как я выгляжу. В детстве ей пытались поставить протезы. Позже предлагали провести операцию, но Эллисон отказалась. Она прямо говорит, ее счастье и уверенность в себе не зависят от того, как выглядит ее тело. Это слова знакомого всем со школьной скамьи «Я помню чудное мгновение». Освоение необычной речи Сергей Лебедков начал с магазинных вывесок и этикеток. Их житель северной столицы с детства читал наоборот. Потом, разумеется, это стала терминология, когда, допустим, моя мама мне что-то зачитывала, ну, знаете, например, словаря жесткие химические термины, которые, ну, при всем желании вы не услышите в обычной жизни. Они получались с легкостью моментально. В школе уже учителя пытались делать то же самое. То есть, допустим, на химии именизывали химические термины, там, знаете, по меньшей мере, институтского уровня. То есть, как вам сказать, на математике мне называли что-то из высшей математики, точно так же меня тестировали. Каждый раз все заканчивалось успешно. Откуда взялась такая способность, Сергей сказать не может. Он никогда не тренировался специально. Просто одновременно с обычной речью овладевал и зеркальной. Проделывать подобное молодой человек может не только с русским языком, но и с любым иностранным. Есть такой опыт, что когда мне люди называли, например, которые владеют другими языками, те или иные слова на других языках, они у меня также с легкостью получались зеркальным вариантом. Наоборот, Сергей может прочесть 122 слова в минуту. За свой необычный талант он даже попал в Книгу рекордов России. Для того, чтобы произнести зеркально любой отрывок, ему не нужна специальная подготовка. Вот и сейчас текст, который прочтет Сергей, он видит впервые. галстук. Галстук. Куцлаг. Очень он жун тянц, я не джун, я ряду в куцлаг. Еджер по ге огесв, актесар анжлот, те вури намрок, смотевс амюцок, тиш зи хёрд, ханзар воксук, а овсен шлёп, хиксер чимук, зи хуфт. Понять, а тем более повторить все, что говорит Сергей, не могут даже его близкие. Мне стало очень интересно, каким образом происходят данные вещи в мозгу, то есть как это вообще можно воспроизводить, и я стала прикидывать, я даже писала на бумаге слова, пыталась понять какой-то секрет, какую-то фишку, я в итоге ничего не поняла, и поняла, что это действительно что-то интуитивное. Сергей рассказывает, много раз к нему обращались люди, которые пытались доказать, что могут то же самое. Но угнаться за Сергеем никто из них не смог. В разговоре и приобщении мы не понимали друг другу, потому что, как правило, реакция этих людей была, подожди, пожалуйста, я так быстро не могу. Сергей творческий человек, поэтому всегда находит, где применить свой дар. Вот только петь на зеркальном языке не любит, говорит песня есть песня, ее должны понимать все. Один грех сквозь пепел лет молит как магнит временем пробит. Зачем нужен столь странный дар человеку непонятно. Статистики, объединяющие людей с необычными талантами, в мире не существует. Немного их описано и в исторической литературе. Некоторые источники утверждают, что зеркальным языком владел Леонардо да Винчи. Уникумы, гении, как только не называют этих людей. Они разные. Объединяет их одно. Все таланты исключительно связаны с совершенством ума, а не тела. Особо важное значение имеют межполушарные связи. Нейрофизиологи установили, что ассоциативные связи могут возникать между любыми структурами мозга, независимо от того, где они расположены внутри головы. А межполушарные связи они играют большое значение, особенно в связи со спецификой работы правой и левого полушария. По одной из гипотез, постепенно человек перестанет нуждаться в физическом воплощении. Многочисленные мутации в конечном счете приведут его в состояние так называемой плазмы. Сохранится только сознание без белковой оболочки. Самые смелые предположения на этот счет говорят, жители Марса уже прошли этот путь. Небелковая форма помогает выжить даже после конца света на погибшей планете лишенной кислорода, воды и других необходимых для физического существования условий. Любая система развивается от минус бесконечности в плюс бесконечность и все время преобразуется, она все время старается приспособиться к тем условиям, которые наступают на планете. Человек может развиваться в определенных условиях, где должна быть определенная температура, влажность, давление, магнитные какие-то составляющие и так далее, и так далее. И вот тогда получается, рождается, человек развивается. Современные цивилизации, говорят сторонники теории, для этого надо пройти еще не один миллион лет. Но начало уже положено. Все разработки сегодня направлены на то, чтобы оградить человека от лишних физических нагрузок. Техника выполняет всю тяжелую работу, помогает преодолевать расстояние, защищает людей от холода или жары. Все новые и новые поколения покидают деревни, оседая в огромных городах и отдавая предпочтение умственному труду. Меняется внешний облик человека. Например, городские жители намного выше своих сельских ровесников. Причина кислородное голодание, которым страдают люди в мегаполисах. Мы оказались сейчас в таком положении, когда резко ухудшается качество поколения при переходе от деревенского от сельского образа жизни к городскому. Городской образ жизни это, по сути, черная дыра засасывающая человечество. Прогресс многолик. Современному человеку тесно в собственном теле. Например, телепортация невозможна в этой реальности. Люди постепенно перебираются в виртуальную. И виртуальный мир сравнивается с реальным. Ты можешь ехать в Америку, на Гавайи, а можешь сидеть дома и получать все то же самое визуально, а может быть даже не только невизуально, но физически и, конечно, остается в дом. Футурологи говорят, постепенно люди сольются с техникой. Человеческое сознание, словно некая программа, будет путешествовать во времени и пространстве и станет частью огромного мощного компьютера Вселенной. И при этом не исчезнет бесследно, перейдя в иную форму жизни. Человечество переживет и гибель, и возрождение родной планеты. И, быть может, когда-нибудь, спустя сотни миллионов лет, новая молодая цивилизация на Земле, глядя на северное сияние или шаровую молнию, будет строить догадки, может ли это природное явление быть разумным. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова